КИКО can be backed into this 않았ся inches КИКО can be adversary успокаивает такие замечательные слова, как Всем привет, вы на канале Мэээй Я Лололaufка и вы смотрите НарезкуМОМЕНТОВ Ставьте лайки И подписывайтесь На канал кльпы Всем привет, вы на канале Мэээй Я Лолололошка и вы смотрите Нарезку Смешных моментов Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Мы-эй Нет, надо прям в камеру сказать то же самое Блин, а тяжёлый текст! Ты чё, серьёзно думал то, что я думаешь, то, что я это запомню? Всем привет! Вы на канале Мы-эй Я Лолошка Подписывайтесь на канал Мы-эй Ставьте лайки Ставьте лайки Всё, хватит, хватит с вас Кстати, ещё кое-что Я возьму шоколадку Ребят, тупо Я много раз уже, по-моему, об этом говорил Несколько лет назад Но я говорил, правда, сам этим пользовался нечасто И в последнее время я начал этим пользоваться Чуть-чуть чаще, чем раньше Короче, берём шоколадку Она у меня, правда, немножко раскрошилась Поэтому я не могу показать вам Ну, короче, берём шоколадку Горькую Обязательно Супер горькую шоколадку Вот у меня как раз горький шоколад Отламываем одну дольку И Если вам нужно сделать что-то такое От чего зависит Нет, что-то такое Где Вы используете ваш Надо съесть шоколадку И я тогда пойму, что надо сказать Короче Если вам нужно Где-то подумать Если вам нужно Быстро Сочинять какие-то фразы Если вам нужно вообще Меньше заплетать языком И вы хотите, чтобы ваш мозг На короткое время Работал на Намного больше процентов, чем он мог Бы работать без этой шоколадки Без сахара Ну, короче, вот кушайте сахар И буквально через 20 минут Если вы занимаетесь какой-то такой работой Которой вы занимаетесь уже несколько месяцев минимум Вы после шоколадки реально почувствуете результат Без шуток Обязательно горький шоколад Типа не нужно использовать никакой молочный И так далее Потому что От горького шоколада Больше эффекта Я не знаю Вам скорее всего об этом говорили Много раз там в школе Может быть В каких-то там учреждениях Может еще где То, что шоколадка Она На короткое время Действительно повышает Блин, я Наверное неправильно скажу Но, короче, динамику мозга Давайте будем говорить так Динамику мозга Типа Он становится Вы становитесь чуть умнее Умнее С этой шоколадкой На короткое время И вот этот вот Кирилл Который лагает Мне не нравится Блин Давай ты отлагаешь Как можно быстрее Кирилл 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 Кирилл, пожалуйста Пусть у тебя отлагает И ты уже упадешь У него все еще лагает Он думает, что он на блоках Бедный Кирилл Какой же у тебя лагающий интернет Дружище Это просто звездец Как 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 долго он будет думать Что он играет Три дня спустя Он же реально думает Что он играет Вы понимаете Он думает Что он самый крутой В этой каточке Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Давай, смотри Мочи их, мочи их Давай Туда их Вот так вот киркой размахиваем Молодец, красавчик И вверх бей Вверх Да-да-да Вверху вообще врагов много И блоков много Ломай все И голову на 180 градусов Конечно Я не хочу его кикать Просто я хочу, чтобы он понял Что Что у него реально проблемы О! Отлагало Все Он упал Можем пока оценить Вот эти Прикольные скульптуры Например Пять колец Олимпийские Пять Пять олимпийских колец Или Огонь Олимпийский Или Башня Красивая башня Да Кстати, а давайте туда заберемся Посмотрим, что там вообще есть Что на этой башне Может быть какая-нибудь пасхалка Ну-ка Ну-ка Не Никакой пасхалки И я так понимаю То, что ни на одной такой башне Вообще нет Сундук на башне Говорят ШтО? Сундук на башне Какой? Хм... Нет Не вижу никакого сундука Нет-нет-нет Не вижу А, сундук на башне Все-таки реально пропустил Мне несколько человек написали Че-е-е-ь? Короче, давай так. Ребята, интерактив прямо на стриме. Никто такого не делал, я щас кое-чё сделаю. Щас, интерактив. Ребят кое-чё придумал... Смотрите, заходим в Группа Lower ложка- Вот, группа лоу-ложка и друзья. Заходим сюда, сюда, сюда. И находим этот арт, который он использовал. По-любому он его взял, скорее всего, отсюда. Ещё раз, давайте посмотрим. Привет, друзья! Это новый донатик! Поехали! Я делаю вот так. Вот так вот я делаю. Следовательно, нужно такой арт найти. Это... Вот этот, да? Нет? Нет, это не тот арт. Подожди. Может быть, его будет немного тяжелее найти, чем я думал? Во! Нашёл! Нашёл! Я нашёл! Я делаю через Edao Premiere Pro. Никто так, наверное, не делает. Но я тут ещё псих. Хорошо, хорошо. Значит, берём, убираем вот это. У меня два слоя с заголовком, потому что иногда я арт поверх заголовка пихаю, иногда заголовок поверх арта. А иногда, как бы, какую-то часть заголовка. Ну, короче, неважно, сейчас всё увидим. Итак, короче говоря, нам нужно сделать из вот этой превьюхи, вот эту превьюшку нам нужно сделать чуть лучше. Нам нужно сделать её лучше. На самом деле, без шуток, уже лучше. Типа, я даже ещё ничего не сделал, но уже лучше. Далее я напихиваю эффекты, которые обычно беру у себя уже заготовленные. Я просто яркость и контраст бахаю вот таким вот образом. То есть, не было яркости и контраста, стало яркости и контраст. У меня просто несколько слоёв яркости и контрастности. И, типа, иногда хватает двух-трёх слоёв, иногда одного вообще. А потом я беру, делаю замену цвета своего шарфика на бирюзовый. То есть, смотри, ты этого не сделал, да? Поэтому мне приходится через замену цвета, вот таким вот образом, смотри, менять. Таким образом, я ещё меняю не только шарф, но и цвет глаз. Глаза у меня тоже часто рисуют синими, но здесь, кстати, бирюзовый цвет используется. Поэтому всё, гуд. Вот, сейчас мы давайте... Блин, мне не нравится, что рука обрезается. Но вообще, на самом деле, этого никто никогда не замечает. У меня много таких артов, где чё-то как-то обрезается. Так, теперь мне нужно сделать, чтобы 29 она выходила на передний план. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Да, 29, чтобы выходила на передний план. А летсплей, наоборот, закрывался рукой. Всё. В принципе, это лучше, чем то, что есть у тебя. Но, смотри. Мне ещё нравится в премьере то, что можно вот так вот сделать быстренько. И посмотреть на превьюшку в миниатюре. Рейд. Хм. А давай, давай кого-нибудь зарейдим. Реально, пофигу, пофигу. Гуляем. Просто пишем. Minecraft стрим. Итак, кто у нас тут есть? Например, Карлуша. Мистер Лололошка. Ребят, давайте Мистер Лололошку зарейдим. Он вообще офигеет. Заходим на... На канал Мистер Лололошки. И рейдим, рейдим, рейдим. Пишем. Рейд. Всё, я вообще дикий рейдер. Ууху. Ладно, посмотрим кого-нибудь другого сейчас. Так, и быть. Кто у нас ещё стримит? Мистер Огонёчек. Играю один год в Майнкрафт. Ну, нет, я такие кликбейтные стримы ненавижу, поэтому не будем переходить. Надо что-то такое прям реально стримерское. Три недели спустя. Карлуша. Ну вот только Карлуша, да? Что он тут делает, ну-ка? Он играет в Bad Wars с текстурпаком? Вау. Фига, он быстро строится. Он упал. Он упал. Так, ладно, давайте мы его зарейдим. Погнали, 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 ребята. Ссылочку накидал много-много-много-много-много раз. Переходим и тупо рейдим. Карлуша. Я не знаю, кто это такой. Не знаю, что это за стример, но тем не менее у него больше 100 зрителей. Этого достаточно, чтобы порейдить. Да, Лололошка рейдит, да. Ему же делать нечего, он мне рейдить будет. А он не верит. Спасибо за рейд. А кто рейдит на самом деле? Чего вы гоните? Какой Лололошка? Да не, ты какой-то стёк. Да не, 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 Лололошка не рейдит. Лололошка. Здорово, Карлуша. Слушай, я знаю, что ты уже смотришь этот стрим. Канет. Это знаешь, как вот у меня. Я типа тоже сейчас специально перестал строить опыта дробилку, ферму опыта в мире Апалачи, потому что я понимал, что что-то уже становится вообще не то. И как бы это важно не было, я осознаю, блин, скучно. Тупо строить это скучно. Да, вот тупо. Не то. Как-то не хочу я этим больше заниматься. И хреново, что он не слушает меня. Он меня не слушал всё это время. Я тут перед ним, блин. Ну как так? А лучше бы слушал. На самом деле, да. Ну и ладно, короче. Ну и ладно. Эпох. Вообще реально. Опять же, вот главная проблема, как и у The End вроде бы. Сейчас я себе напомню. По-моему, у The End такая проблема. Как и у The End проблема абсолютно одинаковая. Нет, подожди, не у The End. У The End всё шикарно. Может быть, у Мэя? Да-да-да, вот как у Мэя была такая же проблема. Ты используешь слишком много цветов. И вот просто, например, взгляни на эту превьюшку. Вот у тебя примерно такие же. Они нечитаемые. Не в том плане, что нечитаемый текст. Они нечитаемы глазами. То есть, вот ты периферийным зрением увидишь эту превьюшку, ты никогда на неё не обратишь внимания, потому что здесь слишком много цветов. И нет чего-то такого, на что ты вот прям реально обратишь внимание. Вот прям конкретно нет. Ник меня, YouTube. Чё там? Почему? Потому что... Ясно всё. Ясно всё. Ясно всё. Опа. Бак. Субтитры сделал DimaTorzok